день вот эта тема будоражит сознание россиян и в принципе мы обсуждали общую концепцию на прошлом эфире тема абортов тут просто сплыли новые подробности как честно говоря меня это шокировало тверская область ввела штрафы за склонение к аборту гражданам граждан могут оштрафовать до 5000 рублей если он уговаривает подкупает или обманом заставляет женщину сделать аборт для должностных лиц предусмотрен штраф до 50000 рублей а для юридических до 200 тысяч административное правонарушение будет считаться совершенным вне зависимости от того сделала ли женщина аборт или нет слушайте вот эта тема с дискуссия с абортами она конечно в обществе действительно очень и очень большое распространение получает потому что и проблема насущная и скажем так обратную сторону тоже граждане не могут не учитывать и вот этот штраф для должностных лиц меня вот он отдельно интересует вот скажите да что тут в принципе с юридической точки зрения как юрист вам скажу да что в числе обвиняемых да или людей которых будут привлекать к ответственности по этим статьям не только те кто делают это в каком-то ну словесном выражении что нужно что-то подойти и сказать да нужно там каким-то образом так сформулировать мысль чтобы сподвигнуть человека на вот определенные действия да но виновником могут признать и человека который не словами но конкретными действиями сподвиг на такие последствия и вот этот вот этот состав именно для должностных лиц для меня вот он является конечно основополагающим потому что главные и истинные виновники до большинства абортов в нашей стране являются власти те которые создали настолько невыносимые условия что девушки там молодые семьи не готовы заводить детей у них просто нет ответа на элементарный вопрос а как ребенка прокормить на что купить памперс или витамины как обеспечить всем необходимым свое чадо как гарантировать образование там дошкольные или школьные в условиях когда у молодой семьи или тому девушки нету элементарно работы а у нас сегодня ну в плане молодых специалистов государство полностью умывает руки нету никакой гарантии что человеку будет предоставлено рабочее место тем более нет никакой гарантии что после трудоустройства человека будет достойная зарплата люди же бегут не только потому что там я не могут найти применение своему труду но у нас же в этом плане ну как говорится на самом деле то ситуация иная работа есть просто за убогие средства да и почему власть заводит мигрант помните хуснулин кто у нас там высказывался по проблемам строительства что у нас значит нету нету кадров да да есть кадр просто не за 15 тысяч рублей поэтому они завозят мигрант которые готовы работать гораздо дешевле и соответственно это опускает стоимость рабочей силы в целом на рынке и люди просто на рынке труда и люди не могут найти себе достойную работу иммигрируют в результате зарубежда или рассматривают или ставят перед собой целью такой вариант поэтому главные виновники которых по этим статьям нужно привлекать к ответственности это губернаторы мэры это министры это руководители ведомства департаментов это с муниципального регионального и вплоть до федерального уровня чиновники которые таким образом формируют бюджеты которые таким образом выполняют но в кавычках конечно да выполняют те обязательства которые на них возложены законом в результате когда у нас по конституции написано что здравоохранение она доступна а в результате иди попробуй в небольшом населенном пункте найди больницу а если больница есть найди там какое-то оборудование или какие-то медикаменты или специалистов да нету просто поэтому женщина рожать возят за 100 за 200 километров по убогом да убогим дорогам там 15 раз родишь в дороге на этих кочках и кушаря я бы посчитал что вот эта статья и эти карательные нормы должны не против граждан использоваться а против власти использоваться но в силу того что в россии власть уж точно народные и не назовешь да скорее антинародная конечно рассчитывать на то что законы будут применяться правильным образом но очень и очень наивно да я считаю что конечно виновниками во всем назовут каких-то третьих лиц да из числа гражданского общества которые на самом деле они виноваты что у нас большое количество абортов да они виноваты что у нас 9 из 10 браков заканчивается разводами они виноваты в том что у нас значит отказываются от детей то есть государство вообще ни при чем а вот гражданин да он виноват я не сомневаюсь что деградирующие под социально-экономической политикой общество и там есть очень удручающие печальные процессы но мы с вами должны не с соследствием бороться мы должны бороться с причиной в чем причина конкретно социально-экономической политики если бы на молодой семье каждой молодой семье гарантировали бы бесплатное жилье не просто улучшение жилищных условий а свое жилье да где не с бабушкой с дедушкой с родителями с дядями тетями где ты будешь жить и своей молодой семьей до гарантировали действительно отсутствие коррупции очередей в детские сады и школы чтобы это были современные учреждения что государство берет на себя полностью обязательства что него не будет проблем с витаминами что будут значит все необходимые услуги да и какие-то товары первые необходимы что будут все доступны и предоставлено в этом случае конечно молодежь будет смотреть на это по-другому но гораздо легче внести очередную статью и рассчитывать что этой карательной нормы они быстренько эту проблему решат